Будущее Казахстана в казахском языке Это слова президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева Такой вывод вместе с определением ближайшего будущего казахского языка, получившего статус государственного, показывает текущее состояние дел Долгое время казахский язык не получал широкого применения во всех областях нашей общественной жизни Перед самым рассветом независимости, то есть 1989 году, казахский язык получил статус государственного Таким образом, на всем пространстве, где в течение многих лет попирался родной язык, началось движение Была поставлена цель свободно использовать язык в общественной жизни В государственных организациях и органах местного самоуправления дело производства стало переходить на государственный язык Увеличилось количество средств массовой информации, издающих материалы на казахском языке Вместе с такими положительными изменениями казахский язык во многих сферах деятельности нашего общества остается только как язык перевода Эту проблему следует решать посредством увеличения доли казахскоязычной прессы Так считает заместитель главного редактора областной газеты «Октобе» Ертай Ашикбаев Казахскоязычные газеты работают в соответствии с законом о языках У нас в законе о языке ясно указано, насколько освоен казахский язык И какие мероприятия должны вестись, чтобы поднять его уровень Где бы то ни было, хоть у нас в Казахстане, хоть за границей, закон не может охватывать быт человека Бывает, когда люди действуют на основе закона А вот сам закон остается неполноценным Но в Казахстане и в «Октобе» в частности, я считаю, все осуществляется соответственно законом Как мы видим, проводится мониторинг по казахскоязычной рекламе на улице В эфире много программ на казахском языке Уровень государственного языка на должном положении Но мы не должны этим ограничиваться Есть у нас программа по развитию языков Если мы так и будем ограничиваться, то казахский язык останется уделом лишь части населения У казахского народа богатый язык, мы не должны его потерять Не должны потерять наследство народа К сожалению, нет статьи в законе, чтобы сохранить это наследство А на это способен любой человек Кто бы и какой национальности не был Тот человек, который любит и уважает государственный язык В годы независимости в политико-социальной сфере нашего общества начали происходить существенные изменения С приходом рыночных отношений в известной степени сформировалась и наша экономика Демографическую ситуацию уже не сравнить с той, что была 10 лет назад В настоящее время число представителей казахской национальности превышает 60% от общей численности населения Несмотря на слабое развитие государственного языка для представителей всех этнических групп и диаспор Признание Казахстана своей родиной стало потребностью Тем более важным стал вопрос сохранения государственного языка А для этого необходима политика жесткого контроля над соблюдением закона о языках В частности, за использованием казахского языка в СМИ Во-первых, необходимо контролировать, как мы используем казахский язык в газетах Мы каждый день проверяем материалы, не вредят ли они госязыку Я в данный момент не могу дать название некоторых газет Но у нас есть издания, которые не подчиняются законам Когда их читаешь, поражаешься Неужели казахский язык стал настолько бедным? В городе мало журналистов, которые грамотно обучались бы журналистике К нам не приезжают из Астаны и Алматы специалисты, которые обучались специально на факультете журналистики А если приходят, то неграмотные Поэтому, когда читаешь статьи в некоторых газетах, то хочется плакать Увидев уровень госязыка, думаешь, как можно так бедно использовать казахский язык Поэтому мы должны не обижаться на представителей других наций Для начала казах сам должен знать казахский язык Все вышесказанное – это реакция на неполностью реализуемые правовые аспекты казахского языка Существует также человеческая и социальная точка зрения Самое главное – нельзя не учитывать тот факт, что национальный язык зависит от уровня сознания, национальной чести и степени его востребованности Нашему народу не хватает осознания того, что не следует ставить себя выше или ниже других Действительно, дух независимости не развивает нас полнокровно Здесь не лишним будет напомнить слова одного из благородных сынов тюркского мира – Мустафы Шакая Возможно ли независимость нации без национального духа? Такого история не видела и не знает Свобода нации – результат национального духа А сам национальный дух развивается и приносит плоды на почве свободы и независимости нации Не только наши, но и заграничные научные исследователи еще в 19 веке убедились, насколько богат и широк казахский язык А когда смотришь и читаешь наши казахскоязычные газеты, то невольно думаешь, насколько беден язык Уровень остался домашним, бытовым Я знаю много граждан другой национальности, они высокого мнения о казахском языке Некоторые молодые люди другой нации настолько хорошо освоили казахский язык, что разговаривают лучше казахов Потому что наши казахи, которые выросли в городе, освоили родной язык неполно И знают только на домашнем уровне Цель нашего издания – напомнить кактюбинцам о главном труде И показать достижение и уровень других наций в изучении казахского языка Мы не должны забывать о языке Проблема и основная цель нашей газеты – не допускать и не нарушать правил госязыка Пользоваться языком в полной мере Чтобы все понимали В русскоязычных газетах язык поставлен на высоком уровне Потому что русскоязычные газеты и журналы развились на пару веков раньше А письменная культура казахского языка образовалась позже Поэтому-то у нас и заметны недостатки Нам многому можно поучиться у классиков русского языка У них есть много произведений, которые известны всему миру Наше издательство начало выпускать статомный перевод всемирных произведений На данный момент издали 70 томов Таким образом судьба государственного языка требует пробуждения национального сознания По правде сказать, если глубже взглянуть на эту проблему Способ действия, то есть судьба казахского языка находится в руках самих казахов В цивилизованных странах судьба языка решается активностью народной массы И уровнем достоинства людей, находящихся у власти И таким должен быть наш основной путь Полным доказательством этому может служить и наша жизнь в течение последних 20 лет И исторический опыт передовых народов Мы должны знать язык и культуры других стран Через них мы сами богатеем Ни одна страна не обогатится, если она не связана с другими культурами Это мы должны принимать как правило Через другие страны языки мы должны реализовывать свои произведения Казахские произведения переводим на другие языки Такие как роман Мухтара Ауэзова «Абайжалы» Переведен на несколько языков Недавно в Америке прошла презентация книг «Канментер» У нас есть несколько таких произведений, но мало В будущем мы должны усвоить это Уверен и нет сомнений, что когда-нибудь наше поколение И люди других национальностей будут разговаривать на казахском языке Вместе с языком мы должны преподнести все богатства казахского народа А это язык, культура и разговорная речь Сам лично, когда пишу материал в газету Или готовлю материалы, то строго контролирую журналистов В общем, пропаганда государственного языка в газете Актобе Или в газете Актюбинский Вестник Ведется соответственно требованию закона Мнения и взгляд наших властей изменились в лучшую сторону Мое пожелание, пусть казахский язык развивается в масштабном виде Только после полного осознания духовной силы Независимости нашей республики И необходимости повсеместного изучения казахского языка Сегодня стратегическая цель нашего президента Будущее Казахстана в казахском языке станет повседневной реальностью 95% казахстанских изданий предназначены Для русскоязычной аудитории Из 2970 наименований, зарегистрированные в стране периодики Только 453 выходят на казахском языке Кроме того, 5248 газет и журналов завозятся из России Засилие с ограниченных печатных изданий диктует языковой приоритет Тем не менее, местные газеты и журналы Стараются уделить изучению казахского языка Определенное место в периодической печати Нам очень важно, перед нами, скажем так, стоит задача, которую мы сами себе поставили Это развитие государственного языка Вот с этой целью в прошлом году мы открыли новую рубрику Теляшар, мы называем это наш новый проект Который, в принципе, успешно у нас идет Вот мы уже дали, скажем так, нашим читателям несколько уроков Вот на выход готовится урок 14 Вы знаете, судя по откликам, которые поступают в редакцию Люди звонят и делятся своими впечатлениями Я считаю, что проект у нас, он пошел, как говорится Он работает, потому что он настроится на том, чтобы наладить не только, скажем так Диалог на государственном языке с читателем Но чтобы его научить хорошо разговаривать на казахском языке И учитывая, что большинство нашей читательской аудитории Это люди некоренной национальности Что это люди, которые говорят на русском языке В принципе, у нас этот проект идет И нам очень важны вот эти звонки, которые от них поступают И где-то указывают нам на какие-то недостатки в этом проекте Они хотят, например, не останавливаться на каком-то вот таком вот, скажем так, первом уровне А хотят какие-то вот знать больше Газета «Октюбинский вестник» – одно из немногих периодических изданий Которое особое внимание уделяет изучению казахского языка И в отличие от других газет, в которых читатель максимум мог видеть словарный перевод некоторых слов Октюбинцы пошли дальше и разработали подробную программу, занимающую целую страницу В этой программе поэтапно распределены уроки по изучению казахского языка Программа разработана специально для тех, кто горит желанием изучить государственный язык, но не располагает свободным временем Они хотят уже углубляться в язык и хотят говорить не только с соседями, друг с другом Какие-то документы оборот, которые сейчас очень важны на государственном языке И очень, например, интересуют наших читателей Люди уже хотят читать произведения на казахском языке и довольно понимать его Не то, что не просто сносно говорить, они еще хотят понимать уже произведения, скажем так, казахских классиков Поэтому я думаю, что со временем, когда мы закончим, наш проект рассчитан на 40 уроков Это вот такой, скажем так, базовый казахский язык Я думаю, что со временем не просто назреет необходимость, а будет просто необходимо его дальше развивать И переходить на какой-то новый уровень Я думаю, что этим мы проект не закроем Он имеет большие перспективы, потому что я смотрю на другие наши проекты И он идет, скажем так, в одном ряду с ними, такие как «Найди меня, мама», «Служба поиска» Я думаю, что у него очень большие перспективы Уроки казахского языка разрабатывал профессиональный преподаватель Центра развития языков Но, конечно же, немалую работу проделала редакция газеты Потому как до них подобных проектов практически не было Первое отличие в том, что у нас проект не обезличенный То есть, если вы открываете другие газеты, я не буду говорить какие Просто вы открываете другие газеты, вы видите, что просто Вот вы правильно сказали, да, там слова, перевод А у нас есть педагог, да, мы работаем с педагогом из Центра по обучению языкам С Марфугой Уралбаевой, то есть, человек, который согласился вести эти уроки Это, я считаю, что очень важно, когда человек открывает газету Когда на него смотрит другой человек, скажем так, учитель Это уже как бы не обезличенно, это, я считаю, наш большой плюс Трудности в подобных программах начинаются с самого начала Как вместить обширную программу в рамки одной страницы газеты? Прежде чем приступить к реализации этого проекта, мы встретились с педагогом И потому что, вы знаете, да, вот педагог, да, одно дело преподавать Вот живой аудитории, иметь непосредственный контакт, да, то есть, вот Он может задавать, где-то что-то получать, вот есть такое, да А другое дело со страниц газет, да, смотреть на читателя Когда контакт будет чуть попозже, да, то есть попрощение газеты Потом это в виде писем, в виде телефонных звонков, в виде электронных писем К нам приходит ответ, поэтому прежде чем приступить к этому проекту Мы с педагогами обговорили, да, что вот нам нужно построить вот таким образом Нам нужно построить, нам нужно построить урок таким образом Чтобы вы не, то есть, не бывая, не находясь в контакте с аудиторией Все-таки бы прочувствовали то, вот что нужно вашим, скажем так, читателям Наглядные уроки казахского языка позволяют человеку, ограниченному В свободном времени повышать не только свой словарный запас казахского языка Но и более глубоко изучить саму казахскую речь Для массового изучения казахского языка Мало просто разработать учебные программы и поместить их на страницы газет Необходима мотивация, своего рода языковая реклама Как в случае с товарами и услугами, социальные процессы тоже необходимо контролировать и стимулировать их интенсивность В том числе и популяризацию казахского языка Эту функцию берут на себя главные проводники рекламы в массы, средства массовой информации Одна из программ рекламирующих изучение казахского языка «Путь к единству» Но немало и других передач как на русском, так и на государственном языке А в скором времени в газете «Эврика» вы сможете прочитать о тех актюбинцах, для которых казахский язык стал путеводной звездой в жизни В «Эврике» запускается очередной новый проект Естественно, он будет спонсироваться областным управлением по развитию языков Это будет своеобразный госзаказ Они планируют размещать у нас серию статей Стало быть, в газете в «Эврике» будут размещены цикличные материалы Естественно, на тему пропаганды государственного языка, расширения статусового применения Конечно, звучит официально, как-то уже вся эта формулировка нам давным-давно наскучила Но мы постараемся, редакция газеты «Эврика» постарается подойти к освещению этой темы с необычной стороны До этого практиковалось освещение каких-то наработок методологических, каких-то семинаров В свое время это тоже было очень актуально Освещались работы учебных центров Мы же хотим для читателя предложить, естественно, людей Которые, несмотря на то, что у них, возможно, нехватка времени катастрофическая Несмотря на то, что особо им, возможно, не нужен государственный язык в плане применения Но, тем не менее, для них это интересно, потому что это люди, которые хотят изучать не только русский, но и английский, но и другие языки, в том числе и государственные Акмарал Майкузова – журналист с огромным стажем и опытом Предоставит читателю ряд примеров людей, добившихся успеха с помощью знания казахского языка И просто любящих речь степей Герои разных возрастов и социальных слоев, объединенные общей любовью к казахскому языку, несомненно, будут интересны каждому актюбинцу Один из наших героев – это шестилетний мальчик Демид из русской семьи Мама-папа у него, естественно, русский в 17-м, а то и в 27-м поколении Мне, как автору, будет интересно узнать, зачем им изучать казахский язык Ну, понятно, что у отца и матери есть на то причины Они хотят, чтобы ребенок был разносторонним, знал русский язык, свой родной Потому что он этнически русский, естественно, этническая самоидентификация должна у каждого человека быть Но он также хочет в знак уважения к той стране, в которой проживает Для того, чтобы быть коммуникабельным, конкурентоспособным, изучать в том числе и казахский язык Акмарал считает, что в первую очередь такие статьи необходимы самим казахам Ведь не секрет, что многие так называемые городские казахи знают родной язык на бытовом уровне, а порой вообще не понимают родную речь Сами же казахи, к сожалению, есть казахи, которые не владеют своим родным языком И это тоже проблема И зная об этом, никто не имеет права предъявлять людям не казахской национальности, чтобы он разговаривал на государственном языке Об этом тоже будут эксперты говорить, что это неправильно И что если будет это принуждение, и эти правила будут работать только в отношении И они будут только предъявляться к людям не казахской национальности Так далеко казахский язык не уедет в государственный язык. Об этом тоже будет открыто говориться. Интересная, я надеюсь, будет тема по поводу переименования улиц. Почему необходимо некоторым улицам, не на казахском языке, возвращать им исторические прежние имена, а почему некоторым улицам нельзя возвращать. Почему необходимо оставить улицу Гоголя улицей Гоголя, почему улицу еще какого-то имперского, возможно, служителя имени необходимо оставить в прежнем варианте. А почему в некоторых случаях это нельзя сделать, это тоже будут в интересной форме рассказывать наши эксперты. Я думаю, что наши читатели тоже примут участие в обсуждении всех этих материалов и будут оставлять мнение на сайте газеты «Эврика». Передачи статьи, имеющие целью популяризацию казахского языка, чаще всего заказываются Департаментом развития языков нашей области, так как руководство Казахстана осознало, что популярность того или иного социального процесса нельзя навязать драконовскими мерами. Лишь тактичный подход к сознанию казахстанца позволит безболезненно провести необходимые реформы, и средства массовой информации немало способствуют этому. На сегодняшний день усилиями управления и электронных СМИ области у нас реализован ряд проектов, которые в результате привели к тому, что удельный вес данных проектов составляет 25% от казахскоязычного контента. И именно здесь ценность в том, что эти 25% составляют практически одна четверть казахоязычных проектов на казахском языке. Это составляют проекты, которые популяризируют, например, государственный язык. Они рассказывают, разъясняют государственную языковую политику и рассказывают о новых планах, допустим, о каких-то проблемах, которые на данный момент решены, то есть уже потеряли свою актуальность. И наоборот, те вопросы, которые на сегодняшний день выдвигаются на первый план. Газета сегодня один из основных источников получения информации самого широкого профиля. Интернет при всем его технологическом преимуществе и популярности так и не смог заменить пахнущие типографской краской страницы старых добрых газет. И, несомненно, периодические издания останутся еще долго любимым источником последних новостей и интересных статей. Тем более важно, когда на страницах Эврики или Актюбинского Вестника мы можем учиться казахскому языку, который в будущем должен сплотить народ Казахстана. Субтитры создавал DimaTorzok